И снова здравствуйте, мои дорогие! Меня все так же зовут Рафаэль Богудинов, я мастер естественных методик омоложения. Сегодня хочу открыть секрет очень важного и эффективного упражнения, которое позволяет подтянуть и выровнять наш вал лица. За счет чего это происходит? За счет того, что мы тонизируем наши мышцы. Если ваши щечные мышцы ослабевают, то, соответственно, и щеки тоже потекут вниз. Нужно укреплять, конечно же, мышцы в комплексе. Для этого вы можете прибегнуть к моим практическим лекциям, они доступны по ссылке в описании. Я думаю, многие из вас уже прошли это и знают. А вообще, точечно какие-то упражнения делать тоже будет очень полезно для вас. Я хочу выразить огромную благодарность каналу ProBeautyKZ, спасибо, что размещаете мои видеоролики у себя. И давайте приступать. Это упражнение можно делать хоть каждый день. Причем вы сами будете выбирать интенсивность выполнения этого упражнения. Вы можете сокращать мышцы часто, можете напрягать, держать напряжение, расслаблять. И по-разному комбинировать эти методики. Перед тем, как приступить к этому упражнению, обязательно помойте руки или обработайте антисептиком. Потому что мы полезем в нашу полость рта. Есть одно важное примечание. Пальцы, которые вы заведете в полость рта, не должны соприкасаться с кожей лица. Микрофлора нашей слюны очень агрессивна и может вызвать появление прыщей. Так что будьте с этим очень осторожны. Заводите пальцы, оттягиваете щеку, вот так. И прижимаете наши щеки к зубам. Не губы, а именно щеки. Вот эту часть. Вот. Также применяйте техники, которые будут работать статично. Нагрегли и держу. Делайте по 30 раз, если сокращаете часто. Или на 30 секунд напрягайте нашу мышцу. Отдохнули, сделали по-другому. Например, сначала часто подделали, потом чуть пореже. Делать это упражнение можно каждый день, но не переусердствуйте. Если вы будете выполнять его слишком часто, ваши мышцы уйдут в состояние спазма. То есть перенапрягутся, станут как камень напряженными. Это тоже не есть хорошо. Следите за тем, чтобы мышца не была слишком вялой и слабой. То есть не держите ее в гипотонусе. И не перенапрягайте. И не уходите в гипертонус. Тонус это самое лучшее, самое хорошее и правильное состояние лица. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я буду благодарен, если вы поставите лайк. Пишите комментарии, что вам показать в следующий раз. Заглядывайте в описание к видео. Там мои практические лекции. Подписывайтесь на канал ProBeautyKZ и на мой канал тоже. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok